Здравствуйте подписчики и гости моего канала. Сегодня обзор клёна японского или сорт Атропурпуреум. Это клён японский с сильными разрезами листьев. Это как раз таки клён невысокий. Максимум он во взрослом состоянии достигает 3 метров высоты. Размножается в основном семенами, черенками размножается хуже, кто-то размножает его отводками, кто-то ещё как-то. То есть делают разрезы на коре, ставят сюда торф, запаковывают, куда-то туда влагу со шприца добавляют, чтобы торф постоянно был мокрый. И вот таким способом укореняют, скажем так, воздушными отводками, потом отделяют на следующий год его и высаживают в грунт. Просто черенками размножать я его не пробовал, не знаю, как он пойдёт. Приобрёл его в садовом центре пару лет назад. Рос он сначала в горшке, а потом высадил в грунт. В принципе, зимует достаточно неплохо в нашем регионе. До 12 градусов мороза опускалась температура в этом году. Обмерзания на этом клёне не было абсолютно. Данное растение листопадное. Минусы этого растения. Вроде оно является как бы декоративным растением, красивым, ярко-листным. И необходимо его высаживать в открытый грунт, на открытую местность, на солнце. Но на солнце он у нас подгорает. То есть яркой ранней весной он выглядит вот так вот шикарно. Вот такие вот листики, всё, красота просто. А когда уже летом идёт сильная жара, сильное солнце, листья просто подгорают, очень сильно подгорают. Поэтому рекомендую сажать его в полутень. Не на сильное солнце, а в какой-то полутень. И ему будут условия идеальные. Прирост даёт в принципе приличный, но вот такой тонкий. Поэтому необходимо его подвязывать, потому что на ветру он просто ломается. Жалко. Можно формировать его в виде куста. Можно формировать в виде деревца, на штамбике. Ну пока формирую я его так вот, в виде куста. В перспективе, конечно, нижние вот эти все ветки уберу. Ну, наверное, на весну на следующую. И попробую их укоренить черенками. Не знаю, как это получится. Думаю, навряд ли это получится. Ну, в общем, попробовать стоит. Поэтому вот такое красивое растение. Но семенами размножается в принципе неплохо. То есть если найдёте такое растение семенами. Семена довольно мелкие у него. Относительно других кленов. Но семенами получается размножить. Также у меня был клен, который я вырастил из семян. Семена были покупные. Ну, вот он почему-то не перезимовал. Вот тут вот вроде его посадил я из горшка. Посадил его вот сюда, между хвойными. Ну, почему-то не перезимовал. Это зелёные листья у него были. Ну, не знаю, может где-то что-то снизу отобьёт. Но, по-моему, он сдох. Сейчас покажу вам ещё клен, который я привёз. Семена из Ялты. Собирал в парке Портенит. И там вот несколько кленов. У меня взошло семена клена нужно сеять сразу. То есть собрали, сразу посеяли. Кто-то говорит, нужна для него стратификация. Кто-то говорит, не нужна. Но я делаю, в принципе, этим кленом стратификацию. То есть собрал, посеял. И всю зиму они у меня стоят на улице. И потом частично они всходят. Вот, пожалуйста, этот клен. Вчера заметил. Начал сходить. Вот такого плана семена всходят. Вот это уже такие взошли. Вот так вот они выглядят. Листики резные. Видно, что это пальмолистный, по-моему, клен. Ну, в принципе, дай бог, если он выживет, тоже посажу его у себя где-нибудь в саду, в открытый грунт. Очень сильный сейчас, сильный ветер. Жары как таковой нет, но сильный ветер. И земля пересыхает. Вот сейчас надо будет, конечно, это все пополивать. Потому что плены сейчас в процессе всходов. Вот эти взошли. Слава богу, не было ни морозов, ничего. Похолодание было, но морозов не было. И вот эти два штучки выжило. Хотя посеял я таких кленов много. Вот здесь они у меня посеяны. Еще где-то, в общем, кленов посеял много. Но взошло только два штуки. Был опыт, съел также клены. Собирал семена, покупал семена, сеял. Также было, наверное, два-три штуки. В итоге один у меня выжил, высадил его в грунт. И в итоге он сдох. Поэтому довольно такое вот растение. Возможно, не для нашего климата. В каких-то средней полосе России их укрывают. Ну, хочется выращивать, конечно, без укрытия, без заморочек. Поэтому стараюсь сделать так, как я делаю со всеми растениями. Выросло из вот такого огромного количества. Два штуки. Хорошо. Под открытым небом. Морозы. Оно постояло на улице. Значит, оно уже на генетическом уровне приспособлено более или менее к нашему климату. Вот эти вот именно растения имеет смысл сажать. Они те, которые привезены, выращены в теплице. Из теплицы вы высаживаете. Они, естественно, все замерзают. Поэтому я стараюсь более натуральным способом. Вот клёны у меня и вот ещё клёны. Вот. Здесь пока всходов нет. Сейчас нужно будет всё полить, потому что всё начинает земля подсыхать. Вот. Здесь тоже куча-куча разных всходов у меня. Вот. Взошёл болотный кипарис отдельно в этом ячейке. Сейчас его нужно будет пересадить в П9 хотя бы горшок, потому что болотный кипарис у него сразу длинный корень и уходит глубоко. В общем, как-то так. Поэтому по клёным японским обзор я вам показал. Сажайте. В принципе, в Краснодарском крае они растут неплохо. В парке Галицкого тоже высажены они. У кого есть желание, осенью можете пойти, собрать на них семена, посеять. И будут у вас тоже такие прекрасные клёны. Стоят они недёшево. В садовом центре тот красный клён, что я показывал, Атропурпуреум, я его покупал. По-моему, тысячу с лишним я за него отдавал на распродаже. А так он стоил что-то около трёх тысяч, стоил две с чем-то. То есть на него там была акция то ли 60%, то ли 50%. В общем, приобрёл его со значительной скидкой. Привёз, посадил. Вот уже несколько лет, уже дал нормальный более-менее прирост. А это вот такие. Обзор буду вести по этим клёнам. Если, конечно, они выживут, посмотрим. Вот так вот они выглядят. И резные листочки, красивые. Вот такие малыши. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!